Наказ кандидатам от Хантамансийского автономного округа дала губернатор Наталья Комарова, напомнив о договоре троих губернаторов Тюменской матрешки сохранить автономию Югры и Ямала. Парадигма равенства и уважения в партнерство подтверждена участниками диалога. Его конструктивная направленность стала прочной основой совместных порядок. У каждого кандидата в багаже должны быть алгоритмы полного развития региона. Он должен быть понятен гражданам. Только так в конечном итоге выстраивается каркас, ответ, почему именно этот кандидат заслуживает нашей поддержки. Но если губернаторов Югры и Ямала назначает парламент, то главу Тюменской области мы выбираем прямым всенародным голосованием. Причем по закону югорчане и ямальцы имеют такой же голос, как тюменцы. Но в отличие от соседей, кандидатов мы знаем не очень хорошо. В связи с этим и проводят такие встречи, познакомить население с претендентами. Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Муор первым рассказал о себе и своей семье в Хантамансийске на встрече с членами партии «Единая Россия». Моя мама всю свою жизнь проработала учителем математики в обычной школе. Сейчас она уже три года как на пенсии. Папа автомеханик лучшей квалификации. У него всего одна запись в трудовой книжке. Он до сих пор работает. И я очень горжусь своих родителей. У меня очень большая и дружная семья. У меня четверо детей. И мне не стоит уже сорвать бурный аплодисмент и все четверо от одной и единственной супруги. Всего претендентов трое. Они по очереди рассказали о своих целях. Муор в Рио сменил на посту губернатора Владимира Якушева, который возглавил Министерство строительства и ЖКХ России. В правительстве Тюменской области он работает больше 14 лет. Ранее курировал экономические вопросы. 7 лет работал главой администрации Тюмени. Кроме Александра Муора на пост главы области от Единой России претендуют два парламентария Тюменской областной думы. Это председатель комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Владимир Нефедьев. И председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуаций Феддинов. Я признаюсь, что из нас троих только я один. Кто родился и вырос в хантамисийском автономном округе. Но на это обстоятельство, уважаемые друзья, я просил бы вас, дорогие земляки, от этого обстоятельства близко к сердцу не принимать. Теперь партии предстоит сделать выбор на предварительном голосовании. Кого она будет выдвигать? Кандидаты в кандидаты на пост губернатора области были достаточно остроумны, конкретны. И была полемика, были элементы политического шоу. И все это действительно наполнило мероприятие, содержание, эмоциями. А эмоции, наверное, это тоже очень главное при выборе. В праймерис состоятся 18 июля. Сургутские парламентарии уже знают, кого будут поддерживать. Безусловно, Александр Викторович Муоров, потому что очень много наслышан на этом кандидате об его опыте управленческой работы. Он был мэром Тюмени, заместителем губернатора округа, прошу прощения, не округа области. Ему эта работа известна. Он в команде предыдущего губернатора Якушева. Когда и Якушев выражает доверие этому лицу и президенту, я считаю, что данного человека нужно поддержать. Почему? Потому что все дела, которые делались, это не одним лицом, а делалось командой. Команду надо сохранить. Столичный город – это очень и очень сложно. И когда человек добивается, что столичный город действительно функционирует как столица и функционирует как город, удобный для жизни людей, то мы так уверены, что это может распространиться и на всю большую область. Такая же ознакомительная встреча перед праймерис прошла и на Ямале. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.